Друзья, добрый день. Давайте начнем. Представляю вам первого спикера, Роман Тимушев. Значит, я вам хочу рассказать про язык скала. Значит, кто я вообще такой и почему я вам рассказываю про скалу. Скалу я занимаюсь с 2011 года, что для этого довольно молодого языка, ну, в принципе, немаленький срок. Начинал свою карьеру, как ни странно, в компании Мера. Потом, правда, уехал в Москву. Один из организаторов встреч любителей скалы в Москве. И работа в компании QBell. Это облачный сервис, который помогает другим компаниям устанавливать, конфидурировать их в серверные приложения. У нас почти весь код написан на скале. И мы достаточно большой опыт получили за какое-то время, что его пишем. Поэтому я хочу этим опытом с вами поделиться. А теперь я немножко хотел бы узнать о вас. На этот целый опросник. Во-первых, кто из вас пишет на Java? Ясно. А кто знает вообще что-то про язык скала? А кто-нибудь писал или пишет на скале? Следующий вопрос. Кто-нибудь знает, что такое монада? Ну, тогда последний опрос имеет мало смысла. Но монада это монад, кстати говоря, это функторы. Так вот, что такое скала? Скала это язык, он был создан в 2003 году, работает на платформе JVM, достаточно хорошо интегрируется с другими джавовскими библиотеками. Значит, слово, как видно, Scurable Language. Scurable это и для масштабируемых приложений, и как сам язык расширяемый, такое многозначное слово. Язык мультипарадигменный, то есть он позволяет писать как в объектно-ориентированном стиле, как в большинстве кода на Java написано, так и в функциональном стиле, вплоть до того, как пишут на Haskell. Ну да, язык опенсорсный, можно всегда залезть в исходники, будет, правда, довольно много, посмотреть, что как сделано, расширить. Ну и, соответственно, опенсорсность языка провоцирует опенсорсность библиотек, поэтому почти все библиотеки, которыми активно пользуются в сообществе, имеют открытый исходный код, и это очень помогает в разработке, потому что из-за молодости языка часто документация несовершенна. Хотя, у некоторых библиотек, она, на мой взгляд, первоскорна. Я в двух словах выбегу серая осин, по симплексу, правда. Ну, во-первых, переменные значения. В Java есть только переменные, и... Хотя нет, там тоже есть значения, они определяются, чем словом, файлы. Встали это var и var. Переменные можно изменять, значения нельзя. Не высшее. Зачем нужны вообще неизменяемые переменные? Почему они активно используются в Sky? Ну, просто потому, что сейчас однопоточное приложение — это большая редкость, а изменяемые состояния, которые доступны из нескольких потоков, — это огромные проблемы. Везде надо думать о синхронизации, о блокировках. Если вы чего-то не меняете, то, соответственно, вам не надо думать о том, как с этим неизменяемым значением будет работать на другие потоки. Хоть сто потоков, пожалуйста, читайте, все равно там ничего не меняется. Вот, поэтому в Sky активно используются неизменяемые переменные, неизменяемые коллекции и так далее. Вот, функции. Как я уже сказал, Sky содержит в себе какие-то элементы функционального стиля, поэтому определению функций. Посвящена достаточно большая часть языка. Ну, опять, можно писать почти как на Java. В основном, отличие в таких простых случаях в том, в каком месте пишутся типы. Если вы в Java пишете int переменные, то в Sky пишет переменные двоеточие int. А в основном все примерно то же самое. Соответственно, первая просто функция. Вторая функция, можно как функциональный литерал их описывать. Часто такие речи, как sum2, называют замыканием. И это не совсем верно, потому что замыкание это все-таки не про то, как определена функция, а про то, что она использует какие-то элементы из внешнего окружения, замыкаются на них. Но это, не менее, по крайней мере, в русскоязычном сообществе эти вещи сейчас называются замыканием. Типы можно писать в разных местах. В некоторых случаях вообще можно не писать, если понятный контекция. Вот sum2, sum3, это не основная такая функция, только в разных местах написан тип. И если какой-то аргумент функции используется ровно один раз, то можно вообще не давать имена, а просто заменять и подчеркивание. И, соответственно, функция, складывающая 2 числа, это просто подчеркивание плюс подчеркивание. Ну, такой placeholder. Да, не только функциональен, но и объекты. Очень похоже все на Java, только разрешено множественное наследование. Множественное наследование трейд. Сейчас Java уже почти так же, поскольку в интерфейсах стало можно определять реализацию методов. Ну, мне кажется, что все понятно, что определяется интерфейс данного угла. В нем два метода. Один с реализацией другой без. Классов шредов 3. Переопределяет тот метод, который нужно переопределить. Тот, который не нужно, не переопределяет. Кроме классов есть объекты. Это такой встроенный в язык реализация паттерна single-tone. Нечто похожее на Java статический метод. То есть, если вы в Java пишете какой-то статический метод, то в Scalio вы обычно помещаете этот метод в соответствующий объект. Но, в отличие от Java, этот объект является полноценной реализацией интерфейса. Его можно передавать всюду, где ожидается интерфейс. И это очень часто окажется удобно. Дальше. Систематика. Очень похожа на Java. Если про Java говорят, что все есть объект, то в Scalio это еще более выражено, потому что в Java все-таки есть примитивы, которые отвечают за Google Analytics. Нельзя ничего через точку писать. В Scalio все есть объект, и можно написать 2 точка toString. Это будет нормально работать. В остальном все темы типов очень похожи. Из полезного, и того, что я буду дальше в презентации активно использовать, это картежи. Кто из вас писал в своей жизни класс P? Что это не P? Пара двух элементов. Я думаю, на самом деле многие писали экраны. Я писал, даже несколько раз. Ну вот Tupel, картежи, это несколько элементов, два, три, четыре. Кажется своим типом, можно просто по номеру получать. Это создается впечатление, чем в запятую и скобочек. Элементы можно доставать либо по интернету, в скобочке, как с подчеркиванием, либо можно, как в последней строке, обратно демонстрируем в несколько значений. Зачем вообще вам узнать, что-то про Java? Это все компании, которые используют Scala в продакшн. У некоторых из них все написано на Sky, у Fox Square, по-моему, почти все, у Twitter, сейчас уже больше, около 1 года. Ну, Umbar, Amazon, только какие-то мелкие части пока. Здесь в основном компания, ну, такого, Drop 2.0. Я не уверен, что это потому, что эти компании больше используют Scala, просто они наиболее публичные, и про них это известно, они там пишут, что вот мы используем Scala, мы очень довольны. А какой-нибудь банк, типа UBS, да, они используют Scala в продакшн, но они не трубят об этом на каждом углу, и узнать об этом достаточно сложно. Я работал в UBS, и не знал. То есть, видимо, это просто не сконтарь. Вот. Зачем они все это используют? Джеймс Госсинг, это создатель языка джал, в общем-то. Цитата, которая есть, наверное, в каждой презентации про язык Scala, про введение. Джеймс Госсинг согласен, что Scala крута. Давайте обсудим, почему вообще люди выбирают тот или иной язык. я придумал четыре основных критерия, может быть, вы дополните. Первое, это совместимость, совместимость как с платформой, на которой вы работаете, там, Windows, Linux, не знаю, Android, сифиваки, так и совместимость с необходимыми вам библиотеками, с application-серверами, с тем кодом, который у вас уже написан и который вы не хотели бы терять. Второй критерий, производительность, такой сложный критерий, то есть, производительность, она нужна не сама по себе, она должна быть просто достаточной для ваших нужд, но, тем не менее, если вам вообще не важна производительность, можете выбирать любой язык, если у вас какой-то банковский сервис, то вы должны, по крайней мере, думать и не писать на питоне. Хотя, на руле. Натрестик. Дальше, поддержка. Это тоже достаточно важный критерий, когда проект начинается, может быть, его важность не так заметна, но в дальнейшем всегда важно знать, что вы можете кому-то задать вопрос, и вам на него ответят, либо, если у вас совсем-совсем приперед, то можно кому-нибудь заплатить деньги, и вам помогут. Ну и продуктивность, это уже с точки зрения программистов, насколько вообще быстро пишется код, насколько много в нем получается багов, насколько легко его поддерживать, насколько много удовольствия получает программиста от программирования, собственно. Вот. Можете вы предложить еще какие-нибудь критерии? масштабируется. Да, масштабируется. он может включить производительность, но можно рассмотреть как отдельный вариант. Да. Например, размер сообщества, разработчики. Это в поддержку. Это я в поддержку включаю, однозначно. Ну, не только, потому что большое количество предоставок, дело в том, что поддержка это скорее легкость. Нет, поддержка, я имею ввиду поддержку разработчиков вашей команды, другими разработчиками, людьми, какими-то, авторами библиотек или авторами языка. например, вопросов ответов на стек оверфлова. Да, то есть то, что ты пишешь на стек оверфлова и тебе отвечают, я это включаю в кунг поддержки. Может быть, я его не идеально назвал, но имел. Поддержка и продуктивность. Ну, они все пересекаются. Если язык тормозит, то падает продуктивность, потому что надо писать в очень хитром стиле, чтобы получить нужную производительность. Конечно, все это связано. Так вот, совместимость. Тут у скала все о достаточных хорошо. Она, как я уже сказал, работает на платформе GVM. GVM это, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, на сегодняшний день лучшая ритуальная машина. Она по некоторым параметрам превосходит ритуальную машину .NET. Надеюсь, меня не слышит докладчик с соседей. GIT-компилятор там точно лучше. Сборщик мусора там тоже очень хороший. Ну, работает, в отличие от бетнета, много где. А такой вопрос. Да. Рунифислав работает на GVM. Насколько мне известно, в Java альварментах огромное количество. Есть там саловский раковый, GVM, есть айсет кофет, по-моему, на GVM. Ну, это то же самое, только open source. То есть, насколько редко портировать, насколько меняется посредительство интеграции с одного GVM в другую? Ну, во-первых, активно используемых в GVM не так много. Их было три. И сейчас, наверное, становится две, потому что две из них объединяются. Большинство работает все равно с Рокловой. Лично я не могу сказать, насколько меняется, но это скорее не вопрос языка скала, а общий вопрос для GVM. Потому что байпот получается один и тот же, когда ты переносишь в другую машину начинает работать по-другому. Не зависит на чем-то его написано. Жали, наскали, накложить. Ну, знаю, еще один момент. Порт, конечно, великая компания, но, допустим, сейчас порт поглотил всего много всего. Они поглотили Бео, поглотили сам, и получилась такая ситуация, что им остался майсклюриль. Соответственно, майсклюриль значит, одевилась команда, которая на коробах, и сейчас вам развивает идея ответа, потому что возникали это отношение по поводу того, чтобы Oracle будет подминать всю разработку майсклюриль под себя. Вот насколько с JPM такие страхи актуальны у народу? Что вы сделали подминать для себя? С JPM скорее актуальны другие страхи, что Oracle большая бюрократическая машина и JPM не будет развиваться. Но, как показывает практика, Java все-таки медленно куда-то движется. И очень медленно, но все-таки движется. Я не думаю, что если там написать базу данных и написать хороший JPM, это все-таки разный уровень вещи, вряд ли кто-то будет форкать и активно развивать FortGVM. Ладно, давайте продолжим. Прозрачный тугерерик с Java-кодом это тоже к совместимости, как я уже говорил. У вас может быть половина проекта на Java, половина на Scala. Вы можете использовать весь свой старый код, использовать все Java-библиотеки. Какие-то Scala-библиотеки можно наоборот использовать из Java-кода, хотя, на мой взгляд, редко надо и не всегда удобно, но тем не менее это возможно. Дальше, производительность. Ну, производительность вообще вопрос сложный, потому что понятно, что как напишите, так и будет. Можно написать очень быстрый код, можно написать очень медленный. Точно так же можно на Java написать быстрый код и медленный. В целом, есть случаи, когда Scala оказывается быстрее Java, в среднем, наверное, она оказывается чуть медленнее. Иногда оказывается в разы медленнее, но в этом случае можно все исправить. Обычно используют чуть больше памяти, но это все не в разы и удобство написания кода перевешивает. Поддержка. Во-первых, можно купить коммерческую поддержку от компании TypeSafe, в которой сейчас работает создатель Scala. он ее основатель. Я не знаю, но кто-то этот покупает. Для тех, кто не купил, всегда есть дружелюбное сообщество. На самом деле, любой вопрос всегда отвечает. Обычно в течение того же дня по любой библиотеке всегда можно писать автору сообщения, он ответит. Когда я писал на Java, такого не было. то есть есть J-Boss, в нем какой-то баг, вы пишете на форум, они через месяц прочитали, ответили что-то, через полгода исправили. Скажется, это не так, скорее всего, за счет того, что это еще развивающийся язык, баги проявятся быстро, ответы почти всегда мгновенные. Ну и про продуктивность, про продуктивность я буду говорить подольше, и те, кто боится, лучше не слушать, потому что с тех пор, как я перешел на скалу, каждый раз когда мне приходится писать код на Java, это вызывает некое такое раздражение, потому что вещи, которые можно было бы не писать, приходится писать по много раз экранами кода, например, вот так. Это классик, ну, вам начало ничего не делать, вам, наверное, не видно, что он делает. Класс Person, у него два поля name и age. Все, и там equals, хэш-код и геттеры. На скале то же самое выглядит вот так. На самом деле, это не то же самое, это больше. Кроме того, что есть на предыдущей странице, этот код генерирует еще и метод фабрика, он генерирует метод для копирования, поскольку класс мутабельный, чтобы его менять, надо его копировать и удобный метод для копирования с заменой нескольких, одного или нескольких полей. Ну и конструктор для паттер-матчинга, это я чуть дальше расскажу, что такое паттер-матчинг, зачем он нужен. Вот. Ну, естественно, что я выбрал пример, на котором преимущество скалы во всей красе, но реальные истории, когда проект переводили с Java на скал показывают, что объем кода уменьшается ну там раз в пять. Почему это вообще все важно? Во-первых, Стив Макконнелл в своей книге Кодкомплит, которая, не знаю, как переведена на русский, говорит, что количество багов на строку кода величина постоянная и слабо зависит от языка программируя. Он говорит, что там 15-50 багов на тысячу строк. Ну, какие-то источники приводят другие числа, но суть в том, что действительно, чем больше кода, тем больше багов. От этого не отвертеться. Второе. Когда человек смотрит на экран, у него сколько на экране кода есть, он столько и видит. Если он начинает скролить, на него уже убегает фокус снимания. При этом человеческое сознание устроено так, что оно может определенное количество информации одновременно обрабатывать. И если на экран помещается меньше информации, чем человек может в данный момент обработать, то его ресурс используется просто неэффективно. Если больше, это тоже не очень хорошо, потому что внимание рассеивается и становится сложно сконцентрироваться. Но у разработчиков обычно все-таки объем информации, которые они могут активно переваривать, оказывается больше, чем влезая в экран кода на джар. Просто за счет того, что там много лишнего оказывается. Дальше. Продолжаем. Скал. Раньше в джар тоже вообще не было, сейчас появился, но он работает в самых простых случаях. В скале он работает почти всегда. Лучше, чем в скале он работает в каскеле, но за счет того, что в каскеле нету объектной части и когда ограничены только функциональным программированием, там можно писать идеальный вывод типов. Примерно. Просто определяем список. На переменную мы вообще не пишем ни список, ничего. Справа же. Понятно, что если справа лист буфер, то слева тоже лист буфер. На жало справа можно не указывать аргумент инженерика, типы все равно надо писать. Следующий пример, когда в java уже вообще не работает вывод типов, а в скале он по-прежнему работает. Происходит потому, что java вывод типов идет в странном направлении, вы его слева должны написать, а справа он как-нибудь выведет. Хотя более логичный наоборот, вы создаете что-то конкретное, а уж дальше компилятор разберется, что получилось. Опшен. Опять же, java 8 тоже появилось в общении, java развивается. Опшен это опциональное значение, это то, что в java раньше моделировалось нулами. То есть значение либо есть, либо нет. В чем плюс? Многие операции можно делать, не вытаскивая значение из общения. То есть если она там есть, то сделай вот это, а если нет, то и в ответе будет ничего. На вторых, можно извлечь, но каждый раз, когда вы извлекаете, вы, во-первых, это явно пишете, то есть у вас не будет нулпойнтеркс в совершенно произвольном месте. Где вы достали значение из общения, там вы и обработали его отсутствие. И то, чего в java нет, а в скале есть, то есть чем java-ский общен оказался неполноценным, в java все равно все библиотеки возвращают нулы. То есть вы можете использовать optional, но все равно все библиотеки вам будут возвращать нулы, и вам придется каждый, нул, который возвращает библиотека, заворачив на этот общен, и дальше его удобно использовать. В скале общен используется повсеместно, и ну там, лично я нулпойнтеркс общен вижу ну раз в месяц не больше. И то в основном в тех местах, где какая-то java-ский библиотека его неожиданно вернула. ну вот пример использования общен, там достаю из мапа элементы, вот где я преобразую значение в общене, если оно есть, то становится апперкейс, если нет, то остается но. можно явно достать и предоставить дефолтное значение. О, паттерн матч. Определяем несколько классов. Вот у нас есть там фигура вот такие и фигура бывает круглая и прямоугольная. И дальше мы хотим какое-то описание эту фигуру сделать. И вот мы пишем если это прямоугольник с равными сторонами, то это квадрат. Если просто прямоугольник, то просто прямоугольник. круг, то вот так. Очень удобно. Это похоже на джавовский свитчкейс, но в разы мощнее. Причем если вы какой-то кейс забудете, если вы не учтете, что бывают не только круги или прямоугольники, то компилятор вам обычно об этом напомнит. Скажет какой конкретный случай вы не учли. Дальше. Циклы. Ну, это не то чтобы циклы, но они определяются вот я там какую-то модель создал города, улица, на ней достопримечательности. И в функциональном стиле составил себе план на отпуск, что вот я по всем городам, где население больше тысячи человек, по всем улицам проеду и посмотрю все достопримечательности. в результате вот этого кода будет список пар улица достопримечательности на ней. В принципе, читаем и нет. Понятно, что в нижней строчке написано? Ну, нужна сноровка, чтобы такие вещи читать. Можно этот переписать в виде циклафора. Прямо как говорю, так и пишу. Для города, в городах, у которых население больше тысячи, для каждой улицы в этом городе, каждую достопримечательность вернуть вот такой тюпл. Все очень логично и очень понятно. Причем здесь я это использую для списка. Это на самом деле универсальная фича языка. Вообще сказали очень мало вещей, которые какие-то специфичные. То есть если у вас есть фор, то вы его можете применять почти для всего. оператор плюс, то вы можете складывать все, что угодно и так далее. Вот future. Знаете, что такое future? В дару тоже есть future. Future это класс, который представляет собой вычисление, которое завершится когда-нибудь. Создаете отложенное вычисление, получаете в ответ future и дальше можете проверить, завершилось это вычисление или нет. Например, мы пишем какой-то http crawler. У нас есть метод get, который естественно асинхронный, потому что пока он дойдет до того сервера и чего-нибудь по http спросит. Соответственно он возвращает future от результата. И мы пишем точно так же for для вот у нас там блок какой-то. Мы получаем асинхронные посты, дальше достаем нужный пост по индексу и получаем его тело. Тот же самый for. абсолютно так же. Только уже не коллекция, а future. Посложнее. Вот у нас откоп полимаркист. Предположим, что я решил, что мне не нравится tostring, а он мне действительно не нравится, потому что каждый определяет как хочет. и я сделал свой интерфейс такой tostring, который возвращается только так как мне надо. И я все свои классы от него отнаследовал, а дальше мне захотелось, чтобы не только мои классики имели tostring, но и все стандартные и так далее. Что я делаю? Я звонил Мартину Адверскому. Говорю, Мартин, вот у меня интерфейс такой есть, отнаследуйся от него, пожалуйста, мне это очень надо. Ну, естественно, что это не работает. Что мы делаем? Мы можем добавлять реализации или методы в классы после того, как в тех классах будет. То есть я определяю, как будет работать по перетеслим для срок, как он будет работать для целых чисел, определяю, он работает для списков, при этом для список я требую, чтобы содержимое списка тоже имело этот метод, это вот T стороны приедем и дальше я спокойно работаю, у меня вот там метод дамп, который принимал и вот я для срок могу, для списков могу, для целых чисел могу его вызвать, для других типов, для которых я не реализовал, это будет ошибка компиляции. То есть все работает точно так же, как с обычным параметрическим полиморфизмом, но при этом он отхок, в том смысле, что вы можете добавлять реализацию уже после того, как тот класс был написан или для тех классов, которые вы просто не можете поменять. Ну и сказал, на самом деле много еще хорошего, ленивые переменные, минованные параметры и так далее. Можно заниматься методами граммирования на макросах, всю программу перестраивать. на предыдущем слайде было много фич. Понятно, что если все их используют, то получится что-то вот такое. И лично мне этот код понятен только с 10 прочтения, и то, потому что я знаю, что он делает, вам, я думаю, вообще китайская грамота. Что делать, чтобы такого не было? Ну, во-первых, такой код чаще всего появляется в библиотеках. Использовать этот код на самом деле просто. вот его использование. Тут уже нет никакой высшей арифметики. Код вот этот, он определяет тип, который содержит в своем типе информацию о размере. И, соответственно, наш метод CSS требует, чтобы размер, количество элементов в заголовке было ровно таким же, как количество элементов потом. И это будет проверяться на этапе компиляции. То есть, мы создаем CSS file, у нас первый стакет заголовок с двумя элементами, соответственно, дальше все будет с двумя элементами. Если мы попробуем туда засунуть три элемента, то код не скопилируется. Вот. Это все к чему? Потому что использовать обычно просто. Писать в библиотеке бывает сложно, там бывает сложный код. Дальше. Как вообще с этой сложности бороться? Ну, во-первых, естественно, обучать людей. Тут ничего не поделаешь. Чем больше ваши программисты пишут на скале, тем большая часть кода будет для них понятна, мы можем задать меньше вопросов, и тем на самом деле более красивый и простой код они смогут писать. Дальше можно действовать административными мерами. Сколько мне известно, почти в каждой компании, которая используется скала, введены те или другие ограничения, что вот так мы пишем, а вот этого не используем. Ну, даже если у вас сильная команда, все равно в нее будут приходить новые люди, и им потом разбираться во всем, что вы там понаписали, это то еще удовольствие. Дальше. Ну, естественно, практика кода review, что код, который вы написали, понятен не только вам, это вообще не зависит от языка скала, это для любого языка, верно. Вот. Ну и в последних версиях скала появилась некая поддержка со стороны компилятора, то есть если раньше язык был монолитен, то теперь некоторые особо опасные конструкции вынесены, и их надо явно импортировать. Например, в скале есть такая вещь, как неявное преобразование. То есть вы пишете функцию из одного типа в другой, помечаете ее как неявное, и везде, где вот ожидается один тип, а на самом деле другой, вот я пишу функцию intostring, у нее аргумент, int, а результат строка. И везде, где у меня нужна строка на самом деле int, эта функция будет использовать. Эта фича очень мощная и очень опасная, потому что вы никак не контролируете, когда это преобразование вызвется. Собственно, в языке C++ была такая проблема, там тоже есть неявное преобразование, их тоже всячески ругали. если вы просто напишите с определенными опциями компилятора, вы получите воргинг, что неявное преобразование вообще не рекомендуется, и если вы хотите их использовать, то их надо явно импортировать. И соответственно, вы должны их явно импортировать, и на этапе код-ревью будет сразу видно, что вы тут использовали сомнительную фичу языка, и как минимум надо будет объяснить, почему она нужна, и почему без нее делать плохо. Кодревый вопрос. Скалы разработчиков мало. В московском сообществе Скалы программистов сейчас 200 человек, что для Москвы вообще немного. Но с другой стороны все, кого в нашу компанию взяли, у нас около 15 разработчиков, никто не имел большого опыта со Скалы, все официальные на Java до этого, некоторые вообще перешли с Дотнета, в общем-то ни у кого проблем с языком нету. За месяц можно вполне обучиться до приемлемого уровня, а писать код можно практически сразу. Но у этого есть и плюсы. Все-таки не каждый разработчик пойдет учить Скалы, только тот, кто действительно любит программировать, заинтересован в этой работе. соответственно средний уровень Скалов разработчик оказывается выше. И вакансий при этом довольно мало, то есть вы выходите на рынок труда с вакансией, что вот у нас Скала, у нас все красиво и интересно, и во-первых, вам нескольку конкурировать, вот все, у вас только Скала, если человек хочет писать на Скалу, то он придет к вам, а во-вторых, те люди, которые к вам придут, они в среднем будут намного лучше, чем люди, которые к вам придут, когда вы разместите вакансию на Джава. На самом деле входит мнение, что вывод надо делать примерно такой, что если вам надо 10 разработчиков, но проект довольно сложный, то Скала вам прекрасно подойдет, в этих десятирых разработчиков найдете, найдете джавистов, которые хотят выучить Скалу, обучите, и все будет хорошо. Если специфика проекта такая, что там много несложных задач, то возможно Скала не нужна и проще писать их на Джава, сложность все равно будет невелика, но зато будет проще справиться с текучкой и так далее. Предположим, что я вас уговорил, и кто-то решил перевести свой проект на Скалу, кто-то решил начать новый проект или пописать дома, как вообще к этому поступиться? Я не буду рассказывать про техническую сторону, где скачать компиляторы и как собрать вообще. Поэтому всему есть хорошая документация. На Скалу можно писать практически так же, как на Джава. То есть не использовать никакие элементы функциональщины, просто пластики, методы, просто получается другой синтексис. Обычно все так и начинают. Дальше есть хороший метод, что начинать использовать Скалу в проект и на ДСПС. во-первых, тесты не попадают в продакшн, то есть риски уменьшаются. Во-вторых, тесты обычно несложные, но довольно объемный код. Скалу его значительно уменьшат, сделают понятнее и при этом разработчики освоятся языком. Я позже расскажу. Они есть. Дальше, когда мы начали использовать Скалу в тестах или в каких-то частях проекта, дальше уже надо поощрять, чтобы писать код не чисто, как на Джава, а с использованием лучших практик Скалу. там надо и мутабельность, не использовать нулы, использовать скаловские библиотеки, а не джавовские и так далее. Если у вас в команде есть человек, который знает Скалу, это прекрасно, потому что тогда вы просто сделаете меньше ошибок на начальном этапе и потом меньше кода придется переписывать. Если эксперта нет, это тоже не проблема. когда мы начинали, у нас в компании никто не знал Скалу, но тем не менее мы выбрали ее и ни разу не пожалели, хотя код, который был написан в начале, да, на него сейчас, конечно, смотреть не очень приятно, но он работает. Вот. Ну и там... Да, конечно. И у вашей компании какая была мотивация в начале? Во-первых, мы начинали не с чистого места, мы начинали с другого проекта, который мы хотели использовать как библиотеку, но тем не менее он был написан на Скале и у нас была соседняя команда, соответственно, которой, если что, можно было спросить. Во-вторых, ну просто на Скалу писать намного приятнее. Мы посмотрели на нашу команду, команда у нас подобралась достаточно сильная, ни у кого не было желания писать вот эти килобайты кода на Java, когда можно то же самое писать на Скалу. две строчки. Ну, собственно, все вот тоже, о чем я до этого рассказывал, все вот эти вещи, они на нас повлияли. Вообще, довольно интересный вопрос оборудовался. Да. Вы с самого начала использовали Скалу или портировали Джентль? Нет, мы с самого начала использовали Скалу. А вы портировали Джентль? Лично у меня такого опыта нет. Но там есть компании, которые весь свой код перевели на Скалу и они об этом не пожалели. Вообще, вот там есть плагин Мамин, который Java код конвертирует в Скалу код. идея умеет, может быть, Eclipse тоже умеет. Сама вся конвертация большого смысла не имеет, потому что только там компилироваться будет дольше. но сконвертировав и дальше приблизив код к тому, как выглядит хорошая Скала, вы уже получите какой-то профит. Раз сейчас заговорила о проблемах. Во-первых, концепция Скала все-таки более сложная, это более сложный язык, чем Java, и это надо понимать. Просто нужна более высокая квалификация. Во-вторых, проблема медленной компиляции. У вас получается меньше кода, но компилируется он просто на порядке медленнее. Вспоминаешь времена C++, которые тоже компилироваться часами. Со временем к этому привыкаешь. Очень много проверок делается прямо во время набора кода в идее. И инкрементальная компиляция тоже проходит быстро, но если надо пересобрать весь проект, то да, это может занять 10 минут. для достаточно большого проекта. Проблема бинарной совместимости. Про нее все говорят, но не каждый ее видел. Все говорят, что скала с каждой версией ломает совместимость, она пересобирает все библиотеки. Да, так и есть, но лично те проблемы, с которыми сталкивались мы, связаны совершенно не с этим. Намного больше проблем возникает от того, что вы используете две библиотеки, которые зависят от разных версий третьей. либо одна, либо другая ломается. Но, тем не менее, надо знать, что бинарная совместимость не идеальна. И недостаточная поддержка со стороны тулинга. Сейчас уже стало все намного лучше. Мы пишем в идее. В Eclipse тоже все прекрасно. В Eclipse вообще официальный плагин от создателей Scala от TypeSafe. Есть некоторые недоработки. Иногда подсветка синтаксиса работает не так, как надо, если вы используете какие-то очень сложные конструкции. Но, в целом, в целом уже неплохо. Даже год назад все было намного хуже. Ну, и пару слов про то, какие библиотеки есть в мире Scala и какие из них вообще народ активно использует. Во-первых, библиотека ACA. ACA это фреймворк для написания программ в стиле Erlang. То есть у вас там есть акторы, они между собой обмениваются сообщениями, все происходит асинхронно, за потоками следить не надо, за ним следит ACA. Если вы захотите спуститься вдруг ни на одном компьютере рано 100, то это можно сделать более-менее прозрачно. При этом, поскольку, когда у вас 100 компьютеров, обязательно где-то что-то падает, и если вы будете писать на SCALE так, как рекомендуется, то, скорее всего, ваше приложение будет нормально к этому относиться. Ну вот, маленький пример. У нас есть актор, который работает с базой данных, он получает сообщение, что вот такой запрос, делает запрос в базу, и отправитель посылает результат. При создании актора он открывает соединение с базой данных, при завершении закрывает. что будет, вдруг какая-то ошибка. Вот, например, предок этого актора, тот, кто его создает. Мы в нем написали, что если у нас произошла и у эксепшен, то надо так и перезапустить. Соответственно, там пересоздаться соединение к базе, все будет, скорее всего, нормально. Если мы в течение минуты его будем перезапускать, перезапускать, и он так и не восстановится, то уже исключение эскалируется выше, и вступает в действие другая стратегия суперизия. Теперь мы хотим, чтобы у нас несколько акторов входили в базу. Мы в конфигурации пишем, что вот у нас для этого актора пул с раундробен стратегией из пяти элементов. Стратегий много, можно там использовать наименее загруженный или масштабируемый пул автоматически. И при создании актора просто указываем, что вот надо его создавать так. Все. У нас пять акторов входят в базу параллель. Теперь мы решили, что нам с одного компьютера мало. Мы в настройках написали, что вот этого актора надо создавать на удаленном компьютере. Все. У нас этот актор создается на удаленном компьютере. Ну, там, следующий шаг это все скомбинировать и чтобы у нас было на нескольких компьютерах и между ними раундробен. Следующая библиотечка. Sleek. Sleek библиотечка. 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 Примерно то же самое. Доступ к базе. А на .NET аналогом будет являться link for SQL. То есть вы работаете с базой просто как с обычной коллекцией. Сначала в коде определяете схему базы, либо генерируете ее из реальной схемы, либо создаете в базе наоборот по коду. И дальше работает с этим как с обычной коллекцией. вот у нас есть табличка в кофейне и мы просто из этой таблички делаем фильтр sort by map list можно писать цикл в force стиле как я раньше рассказывал все будет работать и запросы будут примерно такие же какие вы ожидаете. Дальше библиотечки которые сейчас под брендом TypeLevel находятся это Scala Z и Shapers. Scala Z библиотечка для тех кто всю жизнь мечтал писать на Haskell но почему-то вынужден писать на Scala. То есть все эти монады аппликативные функторы эндоморфизмы это все там. Там есть очень сложные вещи я думаю что единицы людей полностью понимают все что есть в Scala Z но тем не менее там есть очень полезные вещи я один пример покажу библиотечка Shapes она немножко с другой стороны подходит она позволяет очень много работы возложить на компилятор то есть если вы считаете что код если компилируется должен работать то Shapes для вас вот про Скала Z полезная штука моноид про которую я вначале спрашивал моноид на самом деле простая вещь это множество элементов в которых объединена операция плюс и есть нулевой элемент ну и операция плюс ассоциатив целые числа это моноид по отношению к сложению по отношению к умножению понятно что мапы тоже можно ставить списки и соответственно мы можем определить мапу списка просто их сложить и получить довольно подсказуемый результат это часто оказывается удобно при этом код генерируется достаточно эффективный примерно такой же как вы бы написали руками вот пример из Shapes когда вы в Скале или в Java пишите какой-то generic тип вы все прекрасно знаете что на самом деле там есть TypeRager и эта штука нифига небезопасна и если там будет мапа но не знаю из обезьян в арбузы то эта конвертация тип прекрасно прокатит но потом где-нибудь в другом месте свалится в склад кастер в Шейпус есть небольшая утилитка TypeSafeCast вы пишите ровно такой же код но при этом проверяются все вложенные элементы проверяется что ключи действительно строки что значение действительно списки целых чисел и если все проверка прошла успешно то возвращается уже типизированное значение если безуспешно то возвращается нам потом еще один пример в Шейпусе это как раз тот Сайз который я раньше упоминал который позволяет определять типы хранящие информацию о своем размере и протестирование вот пример теста на ScalaTest вообще есть две библиотеки распространенные ScalaTest и Specs2 используется наверное чуть меньше ScalaTest позволяет писать в разных стилях можно писать прям как на GUnity можно писать вот так можно еще несколько вариантов по-моему довольно понятный код то есть как как вы описываете словами тест так и пишется но это BDD в общем в итоге получается такая спецификация которую удобно читать видно какой тест упал при этом если у вас какой-то ассерт свалился то вы получите очень понятное сообщение не просто что вот у нас тут какой-то ассерт упал и смотри какие там были переменные что не сошлось вы получите вот может получить такой вариант что именно не равно чему либо вот такой стрелочками вот тут был один тут два тут не сошлось ну вот собственно все что я вам хотел сегодня рассказать с радостью отвечу на ваш вопрос мы встречались где-то раз в месяц у нас не так много встреч прошло обмен нет мы не развиваем язык просто люди которые ну да ну прям на последнюю встречу у нас был доклад от создателя библиотеки парсеров на макросах он удачным образом живет в Москве и ну вот он рассказывал нам о том почему на макросах все получается гораздо быстрее и удобнее какие-то доклады можно про то как бы используют у себя в компании стало развитие пока нет ну может быть мы приведем куда-нибудь к такой что как с вот а вы вы знаете вообще он и и и но он и 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 что есть еще интересное, что могут помочь решать практические задачи, то есть возможно какой-то нет, можно использовать кипернейт, но кипернейт сейчас многие отходят, используют более легковеские для лёва есть лифт, есть более легковеские, всякие там скалаторы, спрей, амфитер если вам надо маленький рез сервис написать, то можно взять полегче кипернейт если у вас большое серьезное положение, то может быть вам нужен кипернейт для тестирования, где кипернейт есть где кипернейт на скалы есть список популярные кипернейт если не получается, то она гуглит, всегда может задать вопросы и подскажет есть ли аналог Рубигемов то есть Рубигемы это внешние подразделения есть мавенские репозитории, которые также используются но мавенские больше кайдра да, но и там скалыские библиотеки есть сайт, на котором, да, есть сайт 30 лет на нём публикуется информация о большинстве библиотек это обычный цвет формат, который я принял за друг но он нет вот еще вопрос да? не ответил? еще вопрос да да, можно, но не все языковые дичьи и скалы легко доступны в языках соответственно, если вы хотите использовать какую-то библиотеку которая изначально не была предназначена для такого использования то, может быть, придется создать интерфейс Найдром популярные библиотеки, вот там, Ак, Уплей они уже с коробки имеют джавовский интерфейс и их можно легко использовать другое дело, что на право писать не так удобно потому что большинство плейских библиотек заточены на как раз неизменяемые коллекции а в джаву это все довольно сложно писать ну и многословный, просто язык неудобно взять да по поводу запуска интерфейс-приложения то есть на остальное запускаем еще как-то отдельно или используются уже с точки зрения текущей текущей сервера все то же самое можно, допустим, можно собрать там ярлы и стать текущей серверами можно запускать, как к обычным стендалом приложения с точки зрения текущей практически никакого разницы нет точно так собираются джавки и дальше с ними уже работать независимо довольно не очень но могу сказать, что библиотеки сервера в сообществе не очень популярны потому что это довольно тяжеловесная вещь и сейчас ждет такой тренд в свою работу легковеских библиотек, меньше фирмоков, очень библиотек но многие используют, да, и другие, и сервера, и фирм, и всякие кому надо, то есть, то есть но от этих не писается, да эти не писается просто отдельно да а вообще? да сколько я принимаю в садах на УДС? с 2005 года с 2005 года уже какие-то ракомендации но но по по скале документация есть есть довольно понятно есть много книг по акке превосходная документация наверное лучше из того, что я видел в джаване по слику документации есть очень много по скалозе вообще нет документации они рекомендуют, что вот у вас исходники читайте исходники по шейте это хорошая документация ну потому что где-то едем от меня нет есть листы где лучше всего искать? или просто много есть на битхаре поскольку почти все в консалции много на битхаре есть если на битхаре нет то рекомендуют то в ситуации с реальным использованием скалоза андроид там же все таки джава другая я использую есть некоторые сложности связанные с тем что скалоза имеет тенденцию к использованию большего объема памяти но если научиться писать аккуратно то используют и тоже есть преимущество но я знаю что какие проекты есть и даже есть какие-то какие-то какие проекты а я партира пользуюсь точнее ну данное ощущение это основа функционального программирования ну простее можно сказать да оно такое очень теоретическое и на самом деле очень ограниченное ну анонимные функции пожалуйста функции высшего порядка пожалуйста а вот а вот у него с новостей есть нам есть монг который очень удобно работает с вон как слик у него по-моему есть банги каким-то дирекционным но они пока не очень стабильности и вообще очень молодой привел сюда только раз какой есть сейчас в плане ну да мы тоже вторая версия они его переписали но тем не менее он молодой в основном череде висит там это необязательно но большинство зарегулировали так да нет ответственно конечно но просто мацин создавать больше объектов после что он писать красивый код приходится на качестве и если вы в императивном стиле напишите то можно обойти объект если мы проливали то какие-то промежуточные отделки будут сдаваться они будут собираться больше мусора и это на самом деле не очень дорого но тем не менее не 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 а ну видимо все спасибо за внимание спасибо